Всем привет! Меня зовут Тори. Добро пожаловать на мою кухню. Сегодня готовим с вами очень популярное китайское блюдо свинина в кисло-сладком соусе. Что нам для этого понадобится? Итак, нам нужно 250 грамм консервированных ананасов, 450 грамм свинины без косточки, где-то примерно 90 грамм лука, 250 грамм перца, половина должна быть красная, половина зеленая, но чтобы было красивее, пару зубчиков чеснока, пару-тройку ломтиков имбиря свежего, 2 столовые ложки боты, 1 чайная ложка масла, в идеале кунжутного, но его не всегда легко найти, поэтому обычно растительное, и 1 чайная ложка соевого соуса, 50 грамм кукурузного крахмала, 100 грамм муки, 250-300 миллилитров рисового уксуса, 200 грамм вашего любимого кетчупа, 100 грамм сахара и сок из одной банки ананасов консервированных. Конечно же, соль, о которой мы чуть не забыли. Собственно, вот это и все. Ребят, приготовление этой свинины, в общем-то, не самый простой процесс, поэтому внимательно слушаем, какие продукты, в каком порядке и куда у нас идут. Первое, что мы делаем? Мы маринуем свинину. Для этого нарезаем ее кубиками, ну, произвольными, как вам нравится. Так, у меня немножечко лишний жир в пленке, я это уберу. Все, нарезаем кубиками. Вы все видели, да, в ресторанах, какие кубики примерно туда идут. Выкладываем в мисочку. Так, свининку мы порезали примерно вот такими кусочками, они должны быть чуть больше, чем кусочки ананаса. Они же еще бы жарятся. Отправляем сюда соевый соус, водичку, половину... А, ну, боже, дети орут наши. Не наши, чужие какие-то дети орут, посторонние. Половину масла растительного, то есть, грубо говоря, да, пол столовой ложки. Мелко рубим чеснок. Тоже туда же. Все, чесночок. У нас поехал в маринад. Все, размешиваем. И оставляем так нашу свинину на 30 минут мариноваться. Ребят, в описании, внизу, я когда буду выкладывать рецепт, я распишу для соуса то-то, столько-то, для маринада то-то, столько-то. В общем, вы все посмотрите внизу и увидите. Все, свининку оставляем нашу. 30 минут она стоит маринуться. Тем временем, как раз нам понадобится 30 минут, чтобы приготовить сам соус. Ребят, на огонь ставим маленькую кастрюльку. Выливаем оставшееся масло, еще полтора. Ну, считайте, чайная ложечка у нас тут получается. Наши кусочки имбиря кладем в это масло и обжариваем буквально одну минуту. Смотрите, что нам нужно для соуса. Для соуса мы взяли, как я уже сказала, имбирь и масло, наш кетчуп, сахар, ой, сахар, сок от ананаса и рисовый уксус. Вот это то, что у нас идет в сам кисло-сладкий соус. Для чего мы вот такой вот сложный соус делаем? Вернее, все это делается отдельно. Для того, чтобы придать соусу более сложный, такой насыщенный вкус. Ну, жарим. Так, имбирь у нас готов. Отправляем сюда, где-то, посторожно. И жарим, варим, жарим. Это все еще 2 минуты. 2 минутки поварился наш кетчуп. Взял в себя запах имбиря. Что мы делаем дальше? Очень аккуратно выливаем ананасовый сок. Вернее, от компота этого ананасового. Жидкость. Сахар. Всыпаем. И рисовый уксус. Сейчас наш соус закипит. Мы уменьшим огонь. Все это до этого мы делаем на большом огне. Мы уменьшим огонь. И время от времени помешивая, оставим вариться соус также на 30 минут. Увидимся через 30 минут. Друзья мои, у нас прошло 30 минут. Соус наш уже сварился. Свинина промариновалась. Что мы делаем дальше? Дальше мы одно яйцо взбалтываем. В миску высыпаем 40 грамм кукурузного крахмала. То есть, смотрите, 1 столовая ложка у вас должна остаться здесь. И всю муку. Чуть-чуть подсаливаем по своему вкусу это все. Размешиваем. Дальше все просто. Достаем свинину. Все перемешали. В яйцо. В муку. Так, там видно вообще, что я тут делаю. В эту смесь. И сюда пока положим. Так поступаем со всей нашей свининой. Дорогие мои друзья. Итак, мы нашу свинину обваляли в нашей панировочной смеси. То есть, яйцо в панировочную смесь. Яйцо в панировочную смесь. Два раза. Сейчас мы в сковородку налили такое щедрое количество масла. Разогрели очень сильно масло. И будем обжаривать нашу свинину. То есть, жарим ее до готовности. Она у нас должна уже жареная. Ну, лишнюю муку, конечно, встряхиваться. Соус она у нас пойдет уже готова. Это займет немного времени. Жарко. А тем временем мы вот здесь вот варим рис на корме. Потому что будем подавать с рисом. Все, это дело. Все, обжариваем свинину. Покажу, какая она должна в итоге получиться. Ребятушки, специально разрезала кусочек свинины, чтобы показать. У нас она жарилась 2 минуты. Она успевает прожариться. 2-3 минутки жарим мы. Друзья мои, вот такая красота у нас получилась. Хрустящая свинина. Опять же, объясню. Два раза мы обваливали для того, чтобы свинина успела прожариться. Все, она прожарилась. Вы это видели в предыдущем кадре. Пока ее отставляем. И теперь мы начинаем, так сказать, собирать наше блюдо. Перец мы порезали вот довольно крупными квадратиками. Лук мы порезали, как нам нравится, мелкими квадратиками. Поставили чистую сковороду. Забыла сказать, что вам понадобится еще где-то столовая ложечка масла. Ну, все в описании. Да, все мы люди, все мы человеки. Просто продуктов много. Блюдо, так сказать, многоэтапное. Поэтому все в описании, все в описании есть. Все, разогреваем хорошенько масло. И сейчас будем обжаривать перец и лук. Все это будет обжариваться вместе, на большом огне, очень быстро, в течение 30 секунд. Все разогрелось. Масло разогрелось, сковородку. Конечно же, как любая азиатская кухня, все это хорошо готовится в боке. Если у вас есть бок, чудесно. Забыла? Еще кое-что. Кукурузный кармал. Все, 30 секунд это все жарит. Добавляем сюда, вот так вот посыпаем, кукурузный кармал немного. Это нужно для того, чтобы загустить наш соус еще больше. Так, теперь выливаем сюда соус. Размешиваем. Добавляем ананасы. И немножечко кипятим, чтобы соус загустел. Буквально минутку. Вот такой консистенции получился наш соус. Отправляем к нему свинину. Хорошенько перемешиваем, чтобы свинина, каждый кусочек, был покрыт соусом. Тщательно. Все, выключаем и сразу же подаем к столу. Гарнируем рисом. Итак, друзья, сегодня мы с вами готовили такое затейливое блюдо для любителей азианской кухни. Вот, собственно, и все. Мы пошли это кушать, потому что это надо не кушать сразу. А вы не забывайте радовать себя и своих близких. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Лайк под этим видео и под всеми другими нашими видео. Обязательно подписывайтесь на все наши паблики в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Гугл Плюс. Мы есть везде. Все ссылочки в описании. И скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok